Здравствуйте! В эфире программа «Выпуск» в студии Ксения Шереметьева и коротко о главном. Россия не сможет поднять вопросы, связанные с Украиной на предстоящем Совете Безопасности в ООН, в котором она председательствует из-за негативного влияния на организацию Госдепа США. Об этом накануне заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что главе МИД Сергею Лаврову и членам российской делегации до сих пор не выдали визы для участия в ряде заседаний Совбеза ООН. Соединенные Штаты совершенно непозволительным образом ведут себя в системе координат тех документов, которые подписаны некогда по размещению штаб-квартиры ООН на их территории в Нью-Йорке. Я являюсь также членом делегации во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым. У нас всего пять человек, официальная делегация, утверждаемая ежегодно президентом России, на Генассамблее ООН и второй год подряд не получаю американскую визу. Все это заставляет задуматься о том, что, к сожалению, ООН находится под серьезным давлением Госдепартамента США. Мы видим, что в ряде стран и введение туда вооруженных сил, воинских контингентов было вопреки резолюциям Организации Объединенных Наций. Это касается не только сегодняшнего времени, но и ситуации в Ираке, в Ливии, неоднократного нарушения резолюции Совбеза ООН по Сирии. Все это заставляет задуматься о том, что сегодня нужно концентрировать усилия всех стран за то, чтобы ООН оставалась вершиной мировой многополярной архитектуры, как это было позиционировано по итогам Второй мировой войны, естественно, с поправкой на сегодняшние реалии. Столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой. По данным следствия, она разместила видеоролик в открытом доступе, где содержится заведомо ложная информация о действиях российских военных против мирного населения Украины. Согласно законодательству, за подобные деяния нарушителю может грозить как административное, так и уголовное наказание. У нас в законодательстве есть административная и уголовная ответственность за дискредитацию вооруженных сил. С одной стороны, понятно, почему законодатель данные нормы определил в наше административное и уголовное законодательство. С другой стороны, мы видим, как на местах существуют определенного рода перегибы. Когда в том числе анонимными сообщениями побуждают наши правоохранительные органы проводить разного рода проверки и привлекать людей к ответственности тогда, когда этого делать совершенно не надо. Причем это действенный инструмент информационной войны. Представьте себе, извне, рассылая в огромном количестве анонимные сообщения, можно парализовать всю правоохранительную систему. Можно на каждого человека подавать анонимки. Да любой из нас, наверное, критиковал. Вот мы в ЛДПР публично критиковали действия военкоматов во время частичной мобилизации. И, наверное, не было ни одного, кто бы не подверг критике то, что они устроили. Военкоматы и призывные комиссии, куда входят не только военные, но и гражданские, а возглавляют их главы субъектов. Так что теперь всех нас к административной ответственности привлекать? Или на всех нас писать анонимные доносы для того, чтобы за критику, за здравую критику, которая позволила исправить те негативные проявления, те ошибки, которые были, за это привлекать к ответственности? Конечно, нет. Поэтому везде должна быть разумность, везде должна быть гибкость. И анонимные сообщения, они должны приниматься во внимание, они должны отрабатываться, но они не должны являться неким сигналом для того, чтобы просто безрассудно хватать тем более заслуженных людей, которые сами только вернулись из зоны СВО, которые знают, за что критикуют и есть за что критиковать. Перегибов много. Вы посмотрите, вы поговорите с любым, кто был на передовой или кто туда ездил в качестве волонтера, вам столько расскажут, столько покажут. И что ж теперь, замалчивать и делать вид, что все у нас хорошо, и пусть этим пользуются дальше враги? Нет, конечно. Поэтому везде должна быть гибкость, разумность и недопустимое злоупотребление правом. Наоборот, аккуратная, легкая критика должна быть сигналом для скорейшего исправления всех тех недочетов и ошибок, которые есть. Минобороны обратилась к российским авиакомпаниям с просьбой забронировать несколько мест на рейсах, чтобы участники специальной военной операции могли отправиться в отпуск. Просьба касается перелетов военнослужащих в предстоящем летнем сезоне. Росавиация попросила перевозчиков прислать списки маршрутов, на которых возможно делать подобные брони. ЛДПР инициативу Минобороны полностью поддерживает. Минобороны правильно бьет тревогу и говорит о том, что необходимо бронировать места для участников СВО. Сегодня нередки случаи, когда необходимо направить участников СВО в отпуск, а мест просто нет. Поэтому Росавиация поддержала и правильно, и мы поддерживая в данном случае Росавиацию и Минобороны, мы считаем, что недопустимо, когда для наших участников СВО не хватает мест, чтобы они смогли долететь. Вот как им лететь на Дальний Восток, если их оттуда призвали, мобилизовали, или они являются контрактниками, добровольцами, их отправляют в отпуск, они что должны пешком идти? Недопустимые вещи, конечно, здесь должно быть прогнозирование. Есть самолеты, которые полупустые летают, есть самолеты, которые заполненные летают. Должно быть прогнозирование и должно быть обязательно резервирование. Для чиновников резервируют, для руководителей регионов резервируют места, вот для участников СВО также необходимо резервировать. Никаких преград быть не должно. В России запущена информационная система ценнообразования, которая позволяет более точно получать сведения о ценах производителей и поставщиков на стройматериалы и оборудование. В семи регионах в рамках эксперимента уже перешли на оценку стоимости строительства, исходя из актуальных цен. На недавней встрече с премьером Михаилом Мишустиным прозвучала инициатива создать в строительной отрасли единую цифровую платформу спроса и предложения. Рекордный объем строительства жилья, увеличение госзаказа стройки привел к тому, что застройщики столкнулись с дефицитом материалов, техники, нехватки рабочих рук, что вызвало в свою очередь спекулятивный рост цен. Производственная база явно отстает от стройкомплекса. Михаил Владимирович, для оптимизации работы стройотрасли предлагаем создать единую государственную цифровую платформу спроса и предложения в строительстве. Она должна отображать все краткосрочные и долгосрочные планы стройкомплекса, учитывая создание всех объектов строительства как за бюджетные средства, так и за частные деньги. Опираясь на эти планы, регионы должны готовить ресурсную, производственную и кадровую базу, которая позволит реализовать поставленные президентом планы. И, Михаил Владимирович, учитывая многофакторность тех фактов, которые должна агрегировать в себе эта платформа, наше предложение всё-таки поручить это Минцифре, чтобы Министерство цифровизации сделало вот эту цифровую платформу, которая будет учитывать все вот эти факторы, связанные со строительством. Вот просьба нас поддержать в этом вопросе. Владимир Владимирович, конечно, я вас в этом вопросе поддерживаю. Цифровые платформы – это драйвер развития, ну, собственно говоря, любых экономических отраслей. Особенно за последние 20 лет цифровые платформы показали, что они поднимут любую отрасль, если правильно всё сделать. И на сегодняшний день мы уже над этим работаем. Первая – запущенная информационная система ценообразования, которая позволяет сегодня определять ценообразование с рынка. То есть это очень важно. Семь пилотных регионов есть, в которых она уже заработала. Во втором квартале планируем её внедрять ещё на 10 регионов страны, что очень важно. Ну, то есть актуальные сведения о ценах производителей и поставщиков на стройматериалы и оборудование, они в первую очередь помогут определять точнее сметную стоимость. А сейчас у нас при том развитии строительства и при огромном государственном заказе, при развитии в регионах стройки, связанной с жильём и с промышленными предприятиями, сегодня работа экспертизы – это фактически тот же самый драйвер роста. Потому что если экспертиза вовремя не даст соответствующее заключение на проектно-смертную документацию, то мы ничего не построим. И здесь именно информационная система должна сработать. Она у нас называется государственная информационная система «Стройкомплекс». Планируется внедрение такому уже в промышленную эксплуатацию в 2023 году. И в первую очередь она будет сведено, она сведёт в единый реестр все требования, все бумаги, все разрешительные документы, которые необходимы. Станет, если хотите, единой витриной данных для принятия всего спектра градостроительных решений. Потому что территориальное планирование и принятие градостроительных решений сегодня должно базироваться на такой цифровой платформе. Полностью поддерживаем. До конца года майнинг в России будет легализован. Об этом заявил первый заместитель председателя Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Однако нужно быть готовым к тому, что с разрешением заниматься этой деятельностью придёт и ответственность административная и уголовная, поскольку государство должно будет контролировать этот процесс, добавил депутат. Законопроект на сегодняшний день внесён. Почему нет отзывов? В моём понимании отзыва нет, потому что необходимо закон перевносить. Вероятнее всего так и будет. Речь идёт о том, что с теми нормами, которые мы, обсуждая с вами, несли, против принятия в таком виде выступила Генеральная прокуратура, Федеральная служба безопасности. И, в принципе, справедливо, как я считаю. Потому что, конечно, вводя определённые правила регулирования, необходимо было всё-таки внести ответственность в случае нарушения этих правил. Речь идёт об административной и уголовной ответственности. По моим данным, на прошлой неделе наконец-то состоялось заключительное совещание на площадке Генпрокуратуры. И в ближайший день-два предложения по внесению изменений в административно-уголовный кодекс будут отправлены на рассылку для внутриведомственного взаимодействия и отзыва. Мы, конечно, эти варианты обязательно получим, увидим их неформально. И в неформальной обстановке обязательно обсудим. Кроме того, готовится и второй законопроект, но параллельный законопроект, такой сателлит, который тоже должен быть вместе с майнингом. Это закон касается совершения внешнеэкономических сделок с использованием криптовалют в рамках экспериментального правового режима. Вы знаете, что на сегодняшний день предложение в законе о том, что криптовалюту менять можно только на иностранных площадках, тем не менее, учитывая, что госкомпании, да и все остальные говорят о том, что это не совсем правильно, планируется внести изменения в закон в рамках экспериментального правового режима. Вот что это такое, пока никто не знает и никто этого не видел. Ждем, когда Центральный банк окончательно отправит на согласование в правительство. Надеемся, что они эти дополнения будут внесены. С учетом того, что мы теперь отстаем в регулировании от стран Еврозес, возможно, стоит вносить эти положения сразу в основное законодательство, минуя экспериментальный правовой режим, что будет способствовать установлению здоровой конкуренции, а недобросовестные игроки должны быть отсеяны введением требований к размеру капитала и службам внутреннего контроля. К этому часу все новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Больше новостей смотрите на наших ютуб и ютуб-каналах и в телеграм-канале ЛДПР-ТВ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok